Небольшая видеодемонстрация обработки данных лазерного сканирования залесенной территории. Обработка будет выполняться в программном обеспечении TerraSolid на платформе Spatex. Запускаю Spatex, открываю соответствующий векторный SPX файл и загружаю исходное облако точек. В данном случае это результат лазерного сканирования, выполненного с помощью беспилотного летательного аппарата. Посмотрим на данные поближе. Строю вертикальное сечение. Видно, что лазерные отражения имеют большую плотность и стволы деревьев хорошо выражены в данных съемке. Первая процедура, которую нужно произвести, это классификация данных. Для этого я использую макрос. Основные шаги макроса – это классификация лазерных отражений от земной поверхности и классификация данных, находящихся на высоте более 50 см над землей. Такие данные будут отнесены в класс 10. И с ними мы потом продолжим работу. Запускаем макрос. Ну и теперь нужно дождаться результатов его работы. Так выглядит классифицированное облако точек. Можем посмотреть на него с разных ракурсов. Следующий этап обработки – это сегментация объектов растительности. То есть фактически отделение деревьев друг от друга. Для этого Терраскан имеет специальный инструмент, который называется Assign Groups. Для сегментации деревьев, объектов растительности существует два алгоритма. Первый алгоритм – Heist Point. В этом случае Терраскан анализирует облако точек, находит в нем локальные максимумы и дальше от каждого максимума, двигаясь вниз поверхности земли, старается выделить каждое отдельное дерево. Второй алгоритм – Trunk. Как следует из его названия, он работает в обратном направлении, то есть вблизи поверхности земли идентифицируются стволы деревьев и дальше, двигаясь вверх по облаку точек от каждого ствола, Терраскан старается выделить также отдельные деревья. Запускаем процесс и ждем результата. Сегментация выполнена. Для проверки, для визуализации результата включим специальный режим отображения точек. Этот режим называется Group. Теперь каждый объект растительности, каждое дерево имеет свой цвет. Следующий этап, который необходимо провести, это фильтрация объектов растительности, в результате которой мы удалим из рассмотрения объекты, высота которых ниже заданного уровня. Для этого выбираем классификацию By Distance. Такие объекты в нашем случае будут пообещены в класс 9. Поместим туда все объекты, высота которых меньше 10 метров. Ну и чтобы увидеть результат такой фильтрации, отключим класс 9, класс Vegetation. Следующий этап обработки – это автоматическое измерение диаметров стволов каждого отдельного дерева. Выставляем желаемые атрибуты векторных элементов. Выбираем инструмент Measure Trunk Diameters. В данном случае будем измерять диаметр стволов деревьев на высоте метр тридцать. В SPX-файл в результате работы этого инструмента у нас теперь помещены эллипсы для каждого дерева на высоте метр тридцать. То есть диаметр эллипса соответствует измеренному диаметру ствола. Для наглядности включу отображение данных по высоте над землей. Ну и можем выборочно проверить результат. Вот мы видим результат измерения диаметров стволов. Ну и последний этап обработки в данном случае – это экспорт полученных данных в текстовый файл. Убираем инструмент Write Group Info. Формат экспортируемых данных в данном случае у нас будет Tris Trunk. Указываем векторный слой, в котором размещены диаметры стволов. Нажимаем ОК. И определяем название файла. Откроем получившийся файл. Здесь можно увидеть, что для каждого объекта, для каждого дерева у нас представлены следующие поля. Первое – это координаты дерева. Далее следует поле с высотой дерева. В следующем поле представлен диаметр кроны. И последнее поле указывает на диаметр ствола, измеренный на высоте метр тридцать. Можно обратить внимание, что для некоторых объектов диаметр ствола составляет ноль. Это означает, что ПО не смогло автоматически его измерить. Скорее всего, это происходит в тех случаях, когда у нас недостаточно лазерных отражений от ствола дерева на заданной высоте. Или в данных присутствует какой-то дополнительный шум, не позволяющий правильно измерить этот диаметр. Продолжение следует...